Субтитры создавал DimaTorzok Эстонию разознать все про электронную демократию. Приедем и беспощадно развернем ее и у нас. Впрочем, у кого именно известный блогер постигал азы отечественной электронной демократии, сказать пока трудно. Журналисты навели справки в отечественных фирмах и даже государственных учреждениях, которые занимаются электронным обслуживанием. Но следов пребывания Навального хотя бы в одном из них отыскать не удалось. Ничего не знает и в Министерстве иностранных дел. Известно только, что Алексей Навальный был у нас в стране не один. Вместе с ним прибыл депутат городской думы Оренбурга Леонид Волков и исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. Доподлинно известно также, что Навальный провел в субботу в 9 утра встречу с известным общественным деятелем, организатором акции «Сделаем» Райнером Нылваком. Нылвак специально приехал на эту встречу с Хиимом, где и мы застали сегодня его уже по телефону. Нылвак подтвердил, что его встреча действительно имела место и не была политической. Мы довольно-таки долго побеседовали. Это интересная беседа была. Я думаю, что он волнуется за то, что в России происходит. У нас разные, можно сказать, методики, как мы работаем, чтобы свою мечту осуществить. И очень так кажется мне, что он человек честный. Разумеется, Нылвак действительно мэтр эстонского электронного бизнеса, в свое время основавший компанию «Микролинк». Навальный произвел на Нылвака весьма позитивное впечатление, поскольку тот любит, как он выразился, «людей дела». Для меня это политика, чтобы мир стал чистым. Так что, если так считать, тогда, конечно, это политика. Встреча была интересная. Мы делились опытом. Наше движение сделаем, где мы в сегодняшний день на наши такие уборки стоят в 94 странах. И этот был опыт, которым мы делились. Одна из отечественных газет написала сегодня, что Навальный прибыл в Эстонию чуть ли не инкогнито. Это не совсем так. Он не менял паспорта, не трансформировал свою внешность, но от этого больше информации о его визите пока не стало. Очевидно, детали могут появиться в его блоге. Так что, вполне в духе эдемократии, мы будем следить за интернетом. Здесь же интервью Навальный никому не давал, объясняя это тем, что его загадочный визит в Эстонию носит исключительно частный характер. Александр Сахаров, Титкар, Первый Балтийский канал.